Фирма Сергея Вакуленко, которого подозревают в хищении средств при строительстве корпусов Краевой клинической больницы, выиграла еще один госконтракт. Это тендер на 27 миллионов рублей на поставку лекарств для Краевого онкологического центра. Других претендентов на контракт не было. Компания Вакуленко одержала победу в торгах на следующий день после того, как его отправили под домашний арест. Однако на участие в аукционе компания заявлялась существенно раньше. Напомню, бизнесмена подозревают в крупном хищении на 112 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски у предпринимателя, а также в офисе компании «Сибиряк» и в Краевой клинической больнице. Прокуратура Края получила заявление генерального директора строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, в котором бизнесмен назвал уголовное дело заказным. Возможно, уже завтра в ведомстве смогут его прокомментировать. Напомню, в минувшую пятницу в эксклюзивном интервью новостям Седьмого канала Егоров заявил, что Федеральное казначейство следило за каждым шагом строителей и поставщиков оборудования для Краевой больницы. И без письменного заключения специальной комиссии работы не принимались. Вот фрагмент интервью. Только от федерального казначейства принимало это оборудование человек 11. Комиссионно. Комиссионно, да. Плюс врачи, плюс специалисты медтехники, плюс специалисты УКСА, плюс наши специалисты, которые передавали, плюс вот субподрядчики, которые поставляли это оборудование. И в общем человек 50 принимало это оборудование. Плюс эксперты. Вот. И только после того, когда ставила комиссия свои подписи, за подписью представителя комиссии, которую возглавлял полковник ФСБ, ФСБ, я не знаю, что у них там в ведомстве делается. Вот. После этого только мне платились деньги. Почему я считаю, что это заказной и против Сибиряка? В один день проводились обыски в УКСА, в больнице в Краевой, вот у Вакуленко и у меня. Никого не показали по телевизору, одного, то есть по этому, по интернету, одного меня. Понимаете? То есть это была целенаправленная акция, которая влечет за собой вот именно дискредитацию нашей фирмы. Версию интервью с Владимиром Егоровым можно посмотреть на сайте нашей телекомпании www.trk7.ru Версию интервью с Владимиром Егоровым